МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страна готовится к праздникам. В выходные в Крыму сделают огромный российский флаг из блинов. Из них же уже в Вологде соорудят юбку для традиционного чучела. А вот в Саратове МЧС выпустил даже специальную памятку по его дальнейшему сжиганию. Чем отличатся наши, расскажем в выпуске. Меня зовут Дмитрий Чашков. Здравствуйте. Нам есть о чем с вами поговорить. Все выше и выше и выше. Налоги выросли точно так же на 8%. Дистопливо выросло на 10%. Все выросло. Насколько может подорожать проезд в общественном транспорте? Каникулы вирусного режима. Карантин в тюменских школах будет продлен. Какого числа дети отправятся за знаниями? Давай с тобой поговорим. Теперь за электроэнергию можно платить во время непринужденного разговора с сайтом. Хмуриться не надо, ладный. Увидел президента. Вот, как вас. Он присоединял Крым и участвовал в Севастопольском параде. Тюменский матрос Черноморского побережья. Власть будет бороться с спекулятивным настроением предпринимателей. Бизнесмены не должны делать необоснованные наценки в кризисное время. Об этом Владимир Якушев заявил журналистам во время рабочей поездки в Упоровский район. Но сегодня губернатор встретился не только с представителями СМИ. Что показали, о чем говорили. Подробности у Любови Губиной. Из 33 квартир больше половины для детей-сирот. Остальные бюджетникам и переселенцам из ветхого и аварийного. В Упорово за последние два года это уже третий дом, построенный по соцпрограммам. Две квартиры пока свободны. На случай, когда на село заманят одного врача и учителя. Педиатру Яне Шилиной досталась двушка в 60 квадратов. Не думала, что быстро так построят. А в январь, получается, в феврале уже позвонили и сказали, что мы получаем квартиру. Неожиданно, неделю назад, получается, мы узнали, что это все возможно, все реально. За чашкой чая говорят о родном селе. Яна вместе с мужем здесь выросли, родили сына и собираются жить дальше. О перспективах более глобальных речь шла на встрече с журналистами. Селу сейчас нужна мягкая индустриализация. То есть надо активно развивать малый и средний бизнес, чтобы в районах не ждали денег сверху, а зарабатывали их сами. Мы должны каждого предпринимателя с вами видеть. Каждого. А не только больших и значимых. Не только крупные проекты. А каждого. Создал он 2-3 рабочих места, он уже должен пользоваться уважением, что он трем человекам дал возможность заработать. Губернатор признался, среди районов Югообласти есть передовики, которые активно ищут инвесторов и помогают бизнесу. Но есть и аутсайдеры. И этот год для них станет проверочным на профпригодность. Оценить будет легко. Ведь именно наш регион разработал систему оценки работы глав муниципалитетов. С этой инициативой скоро будут выступать на госсовете. Первая позиция – это количество рабочих мест, которые появились на территории муниципалитета. Второе – это количество субъектов малого предпринимательства. И третий показатель, который связан с увеличением муниципального продукта, который формируется на территории. Кризис для муниципальной власти должен стать уроком, чтобы, наконец, научиться зарабатывать деньги. Любовь Губина, Евгений Проскуряков, Тюменское время. Ну а вот Тюмень-Стальмонст уже практически заработал 3 миллиарда рублей. Такова сумма контракта с Казахстаном. Первую грузовую платформу с металлоконструкциями для железнодорожной эстакады нового вокзала сегодня в торжественной обстановке отправили с завода в Астану. Масштабное обновление столиц Казахстана происходит в ходе подготовки к ЭСЭКСПО-2017. Только у нас до октября этого года изготовят более 20 тысяч тонн металлоконструкции. Мы, если честно, очень гордимся этим заказом. Для нас это вот, ну, я даже не знаю, с чем его можно сопоставить. Мы сейчас как раз заканчиваем тоже очень непростой и очень почетный заказ. Это западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. Но он по сравнению с этим заказом, с важностью этого заказа, с масштабностью этого заказа, он для нас, вот этот заказ, намного важнее. Карантин в тюменских школах сегодня было решено продлить до 1 марта. Пока неизвестно, повлияют ли эти две выпавшие из учебного процесса недели на продолжительность каникул. Решение должны вынести после праздников. Между тем, эпидситуация остается напряженной. Мониторинг проводится каждую неделю. По последним данным, в регионе зарегистрировано свыше 17 тысяч случаев ОРВИ и 30 гриппа. В связи с этим на карантин закрыты 102 школы и не только в Тюмени. Острая ситуация в 8 муниципальных образованиях. В общем, специалисты говорят, лучше пересидеть. Разъяснительную беседу сегодня провели представители городской тюменской администрации с журналистами. Так сказать, доверив нам содержание этого разговора, передать вам. Дорогие наши зрители. И суть его проста. Без повышения платы за проезд никак не прожить. Дорожает все. А еще эти санкции. Топливо, лизинги, затраты. На запчасти денег не остается. К тому же большинство автобусов не первой молодости требуют ремонта. Когда цена билета может вырасти и на сколько, расскажет Анастасия Макеева. Рабочий день в разгаре, а эта тридцатка стоит без движения. И уже не первые сутки. Просто вышла из строя у него твинтурбо. Которую надо приобретать. Приобретать ее только в Германии. Ну, как бы мы позвонили сейчас с поставщиками. Есть и в Москве. Но в Москве цена уже на сегодняшний день 223 тысячи. Это при том, что еще в сентябре механизм стоил в 4 раза дешевле. Цены на запчасти взлетели после Нового года. А это львиная доля расходов автопредприятий. Перевозчики подсчитывают убытки. Провел аналитику. У нас на сегодняшний день за три месяца получилось минус 1 миллион 125 тысяч. Все думают, что вы же ездите на отечественном транспорте. Ну, что значит отечественный транспорт? Когда на сегодняшний день отечественный транспорт и 80% комплектующих состоит из импортных деталей. Плюс ко всему затраты на лизинг, топливо и заработную плату сотрудникам. И это только начало. Налоги выросли точно так же на 8%. Дестопливо выросло на 10%. Все выросло. И у кого одна машина сейчас, очень сложно выжить. Безопасное движение на пассажирском транспорте зависит от рентабельности. Если мы хотим безопасной перевозки, мы должны людям платить зарплату. В новой экономической ситуации пришлось пересмотреть стоимость проезда в общественном транспорте. Его рассчитывают по утвержденной схеме затрат перевозчиков. И обязательно учитывают интересы пассажиров. Исходя из всех расчетов, которые были произведены в соответствии с этой методикой, расчетный провозной тариф в городе Тюмени на 2015 год составляет 23 рубля и, по-моему, около 70 копеек. Но принимая во внимание социально незащищенные слои населения, на сегодняшний день планируется величину провозного тарифа установить в размере 22 рублей. Соответствующий проект уже подготовлен. Ожидается, что он вступит в силу с 1 апреля. Все расчеты в соответствии с утвержденным нормативным актом были выполнены. Данный проект постановления пройдет все необходимые экспертизы, в том числе и содержание коррупционных факторов, в том числе и общественную экспертизу. Поэтому в любом случае, какая бы реакция населения ни была, мы ждем от пассажиров только понимание. Что касается льготных категорий, пенсионеры, инвалиды, школьники и студенты. Поддержка для них сохранится и дальше. Анастасия Макеева, Николай Комаров, Тюменское время. Ну, вы знаете, к слову, 22 рубля – это все-таки максимальная стоимость проезда в общественном транспорте, которую документально закрепили. Если перевозчик пожелает, то сможет установить низкую стоимость, ну, более низкую. Как отметили чиновники, на их память такого не происходило. А вот на твоей, Марина, кстати, нам присоединилась Марина Лютова. Здравствуй. Добрый вечер. Если я не ошибаюсь, так получилось в Ишиме. В этом году там также подняли плату за проезд в автобусах, в маршрутках. В маршрутках максимально до 19 рублей, и некоторые перевозчики решили демпинговать. И в погоне за пассажирами, правда, снижали стоимость и до 17, даже до 15 рублей. Но ситуация, конечно, не для Цюмени. Ну да. Мы все прекрасно понимаем. Ну, это интересно. У нас такого не произойдет. Ну, это интересно. Маршруточные скидки, я не знаю, эконом-маршрутка. Ну, понятно, что сегодня в средствах массовой информации очень много обсуждали эту тему. Безусловно. Но наверняка были и другие поводы для разговоров у коллег. Конечно. Сейчас обо всем расскажу. Тебе слово. Электронная запись для приобретения путевок в детские лагеря по программе софинансирования открыта в этом году для жителей области. Теперь не нужно будет толкаться в очередях реальных, да и для родителей из районов это гораздо удобнее, сообщает слухру. Нужно просто заполнить документы на сайте лета adamtumen.ru и прийти на прием к специалисту в определенное время. И торопитесь. По программе софинансирования было выделено 3785 путевок и уже более 2000 талонов разобрано. Фестиваль «Покупаем Тюменской» анонсирует сегодня Интерфакс. Пройдет он уже завтра, 21 февраля. Традиционно на четырех городских площадках, которые используются под продовольственные ярмарки. Свою продукцию представят более сотни местных производителей. О регулировании цен речи не идет, но организаторы говорят, что они все-таки будут ниже магазинных. И здесь же на площадках можно будет весело проводить масленицу. Народные игры и забавы, блины и сжигание чучела, конечно. И очень кстати пришелся сегодня блинный рейтинг от портала Агро2Би. Редакция традиционно исследовала, сколько же будет стоить отпраздновать масленицу с блинами в разных российских регионах. Все на основе данных Росстата и набора продуктов по обычному рецепту. Жителям Тюменской области приготовление порции блинов обойдется в 64 рубля 18 копеек. Это один из самых низких показателей в стране. У нас все свое. Ну а абсолютный лидер Мордовия 62 рубля 91 копейка. Ну а самые дорогие блины традиционно на Чукотке 143,5 рубля. Вот она тайна Абрамовича, который уехал из этого региона, наконец-то раскрыта. Блины дорогие. Но зато самые знаменитые в Тюменской области блины, ты наверняка знаешь где? В Юлутровске. В чудном Юлутровске. Наверняка они опять пытаются поставить рекорд. Но об этом мы расскажем уже во вторник. А впереди у тебя целых три выходных дня. У тебя тоже. Ну я пока еще поработаю. Тебе большое спасибо. Хорошего отдыха. Ну следующая неделя вообще богата не только на массовые, но и на культурные события. Сначала отметим Масленицу вместе с Днем Защитника Отечества. А сразу следом в областной столице наступит революция. Нет, знаете, не та февральская, а наша театральная. Уже в пятый раз в Тюмени пройдет фестиваль, который организует всем известный не только в регионе, но и далеко за его пределами коллектив «Мимикрия». О том, чего ожидать любителям искусства, спросила Марина Глеведдинова, художественная руководителя революции этого года. Марина Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот революция 2015 года, она наверняка каждый раз разная. Вот в этом году чем-то отличается, нет? Как вы считаете? Да, конечно. В этом году в театральной революции участвуют шесть стран. Это Италия, Латвия, Литва, Эстония, Украина, ну и, конечно же, Россия. Будут 150 участников из 18 городов. И будут показаны 12 спектаклей. У вас есть какое-то определенное ожидание? Кого хотите посмотреть? Мне, конечно же, будет очень интересно посмотреть на спектакль моих друзей. Людей, которые приезжают к нам на фестиваль не один год. Это театр из Сургута, Гротеск, это театр из Казани, Сдвиг, это театр Манекен из Челябинска. И то есть всем нужно идти на них? Ну, как минимум. Как минимум. Нет, у нас достаточно, знаете, так всегда с интересом относятся, если из-за границы знать что-то вообще хорошее-хорошее. Ну, это такая вот постсоветская привычка, мне кажется. Сюда нет? Нет, почему? Все спектакли хорошие, они были предварительно отсмотрены. Какие-то спектакли нам посоветовали. Союз театровных деятелей России, российский центр Международной ассоциации любительских театров, лично Алла Валентиновна Зорина, руководитель этой ассоциации. И поэтому все спектакли будут на очень хорошем уровне. Никак не могу не задеть этот вопрос, для мимикрии год совершенно непростой, да? И вот этот фестиваль им давался легко, и так как вы сейчас с ними работаете, легко? Нет вообще как? Я хочу сказать, что Любовь Елена Лешкова создала очень мощную команду. Команду фанатиков, по-хорошему фанатиков своего театрального дела. И поэтому для них это честь. И очень важно провести этот фестиваль на достойном уровне. И они молодцы, они справляются. Я думаю, что фестиваль будет на очень хорошем уровне. Название фестиваля диктует ли его формат? Революция. То есть, по идее, что-то произойти должно такое революционное, что-то измениться. Меняется ли? Константин Сергеевич Станиславский, когда делал реформу театра, он придумал студию, такую форму для поиска. Студия – это как раз форма для экспериментов и лабораторий. И вот, по сути, фестиваль, что значит молодежный театр? Это студийное движение, понимаете? И здесь нет, должны четко понимать, что здесь нет членов жюри, здесь есть эксперты. А эксперты лишь обсуждают, консультируют, дают советы. Они не выбирают лучший спектакль. Они могут дать только спецприз. Понимаете, в чем дело? А гран-при фестиваля, лучший спектакль фестиваля выбирают сами участники. Фестивальное движение театральной революции – это момент объединения единомышленников. Вот что прежде всего. Здесь идет мощный импульс для творческого развития и художественного роста коллективов. И вот это важно. Плюс я еще этот фестиваль рассматриваю как некую платформу диалога международного и российского формата молодежных театров. Это тоже очень важно. Этот фестиваль как лаборатория. Лаборатория для экспериментов, для поиска нового и обмен мнениями. Ясно. Большое спасибо. Ну, к слову, в Тюмень театральная революция пройдет с 25 по 28 февраля. Приезжайте все сейчас на сровенные новости. После вернемся в студию. Нам еще есть о чем с вами поговорить. В Сорокинском районе появился второй по счету крупный торгово-офисный центр. Общая площадь здания 400 квадратных метров. Все помещения планируют сдать в аренду. В первую очередь ждут сети, торгующие строительными материалами. Заводуковские жители настаивают на отмене правил расчета за вывоз жидких бытовых отходов. Сейчас собственники многоквартирников, оборудованных выгребом, платят не за кубометры потребленной воды, а за расчета площади жилья. Люди считают, что это невыгодно. Между тем, схема начисления прописана в федеральном законе. Агрария региона продолжает подготовку к весенне-летним работам. Так, сельхозпредприятие Викуловского района приобретает удобрения. По плану необходимо заготовить более 1600 тонн, большая часть из которых – аммиачная селитра. Она стимулирует образование строительного материала для клеток растений. Юные кукловоды в селе Карасули Шимского района готовятся к гастролям в Тобольске. Новый спектакль «Конек-горбунок» ребята покажут в марте. Сейчас создаются декорации, проходят репетиции. Дети тщательно отрабатывают тексты в движении с куклой. Коммунальщики поторапливают жителей области принять судьбоносное решение, где копить деньги на ремонт. Ну вот, для понимания масштаба происходящего скажу, что в регионе у нас 6800 домов. А о будущем и свой выбор сделали собственники только 35 зданий. 34 из них в Тюмени и одно в Ишиме. Времени между тем на раздумье остается все меньше. Распоряжением губернатора время «Х» передвинули на два месяца до 18 апреля. В чем главные трудности этого мыслительного процесса, разбиралась Ирина Шипилова. Валентина Ивановна провела уже не одно собрание. Ремонты в домах, которые обслуживает ее компания, проведут лишь через 15 лет. Но копить деньги по новому закону она призывает на счете регионального оператора. Ведь если взяться за самостоятельный сбор, слишком много обнаруживается подводных камней, начиная с открытия счета. Для собственников, если средства будут накапливаться на счете регионального оператора, это бесплатно. А так, введение счета 4800 в год. Эти средства тоже нужно собирать. Дальше. Региональный оператор берет обязанности на себя собирать и долги. Работа с неплательщиками, подрядчиками по ремонту, отчетностью в региональный фонд. На это нужны специалисты и дополнительный фонд оплаты труда. А собирать больше 7,5 рублей за квадрат жильцы этого микрорайона не готовы. Хотя по закону решением общего собрания дома тариф можно и увеличить. 7,5 рублей – сумма приличная, особенно для малообеспеченных граждан. Однако и в отношении этого тарифа предусмотрены субсидии, если квартплата превышает пятую часть доходов семьи. Деньги регионального фонда будут храниться в банке ВТБ. Там же и управляющая компания может открыть спецсчета. Однако условия кардинально разнятся. При обслуживании счетов УК процент начислений по вкладу будет, но минимальный. Для областного фонда у банка проценты в разы больше. Это не в кучу все деньги, в общий какой-то темный мешок непрозрачный. По каждому дому будет вестись свой субсчет. Это необходимо, во-первых, чтобы ввести претензионную исковую работу с неплательщиками, а во-вторых, чтобы грамотно и четко распоряжаться теми средствами, которые накоплены. В том числе и для возврата денег, если собственники решат выйти из состава регионального оператора. Какое бы выгодное для себя решение по сбору жильцы не выбрали, по закону у них всегда есть возможность передумать. Ирина Шипилова, Николай Морозов, Тюменское время. Ну и пока недалеко ушли от коммунальной темы, еще одна новость. Тюменские энергетики открыли для себя высокие технологии и теперь несут их в массы потребителям. Показания счетчиков теперь можно отправить с помощью смартфона, планшета или другого гаджета сенсорным экраном. Специальное приложение устанавливать не надо, достаточно зайти на сайт, его адрес вы сейчас видите на экране, и ввести все данные. Но на этом специалисты не останавливаются. Уже протестирован голосовой способ передачи показаний. Скоро и он будет доступен потребителям. Называет свой лицевой счет, называет показания. И все, и будем говорить, то, что голос назвал, превратится в циферки и станет в базу на лицевой счет. А потом придет счет, придет квитанция, согласно того, что передал потребителям. А тюменские энергетики, между тем, напоминают, передавать показания электроэнергии нужно с 20 по 26 число каждого месяца. Но впереди День защитника Отечества, кстати, с наступающим. И некоторым тюменцам повезло. Этот праздник они будут отмечать на Черноморском побережье. Ну, не на яхте, конечно, но на корабле, сторожевом. Уже не первый год Тюменская область отправляет своих призывников служить в Крым. Насколько ладно на Ладном, моим коллегам рассказал один из недавно отслуживших земляков. Погладить брюки для него не проблема. Стрелки и кантики научили делать в армии. Максим Сапухин отслужил в Севастополе на корабле Ладный. Кроме бытовых навыков приобрел профессию машиниста. А вот море видел все больше с берега. Крейсер стоял на ремонте. Но свою порцию соленой воды, так посвящают в моряки на флоте, все-таки выпил, когда на 15 часов выходили на ходовые испытания. Море другая служба, вообще по-другому все. Не стоишь в ремонте, не стоишь в доке, не стоишь у причала. Море – это море. Все свое. Экипаж как бы замыкается в себе. Форма сегодня хранится в шкафу. Так принято, что у тех, кто демобилизуется осенью, она синяя, а у тех, кто весной, белая. Но отличительные знаки есть всегда. Ни одна форма не идет без погон. Вот Черноморский флот. Чайка, буква Ч, буква Ф. И если форма не уставная, то медали на ней самые настоящие. За присоединение Крыма и участие в параде. Максим стал свидетелем исторических для полуострова событий возвращения в Россию. Ну там просто выходили, когда в патруль вообще ночной по городу. На балконах висели российские флаги, люди русские песни поют. К параду Победы, вспоминает, готовились два месяца. Очень все было жестко. Много времени затрачивалось на это. С утра и до вечера вообще постоянно. Вот форма одежды постоянно. Проверяли все, чтобы было все отглажено, постирено. Все было четко. Увидел президента. Вот, как вас. Сейчас корабль отремонтированный, в том числе руками матроса Сапухина, снова в море на боевом посту. А Максим мечтает вернуться в Крым. Но теперь со своей семьей и в качестве туриста. Лариса Соловьева, Максим Плюхин. Тюменское время. У меня к этому часу и на этой неделе все новости. Впереди длинные выходные. Увидимся уже во вторник. В это же время на этом же канале. Уверен, что нам будет о чем с вами поговорить. В студии работал Дмитрий Чашков. Спокойной ночи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин